Господин хозяин, госпожа хозяйка, живая душа откликнись, никого. Дом пуст, ворота открыты, двери отперты, окна Настюши. Как хорошо, что я честный человек, а то пришлось бы мне сейчас дрожать, оглядываться, выбирать что подороже и убирать во всю мочь, когда так хочется отдохнуть. Подождем. Скоро вернутся твои хозяева. Ты молчишь? А почему, позволю знать. Ну, где же все-таки твои хозяева? Ты их не любишь? Вон, ну что. Таким грозит беда какая. Ты молчишь. Почему? Ты меня пугаешь. В кухне так уютно, так заботливо разведен огонь в очереди. Я просто не хочу верить, что этому мнению непростойному дому красит беда. Что тут случилось? Да отвечай же мне, ну. Ну, скажи мне хоть, кто они, твои хозяева? И кому же из них грозит беда? А что их грозит? Нужно. Дракон. Прелестный. Кому это? А сколько у него голов? А пламя выдыхает? Настоящий? А крепкая чешуя? А рост? С церковью. Все ясно, ну спасибо. Посмотрим. Как тебя зовут? Машенька. Я думал, ты кот. Да, я кот. Но люди иногда так невнимательные. Хозяева до сих пор удивляются, что я еще ни разу не окатился. Говорят, что ж ты, Машенька, милые, бедные люди. Больше не скажу ни слова. Человек и кошка плачут, не похожа. Человек и кошка. Человечный Божий, чьим нет неотложен, Человечный Божьей, в больной село. И сонка, и если, и с тобой, и сонки, и сонки, И сонки, подошел в сердце, и по людям, и все, Человечный Божьей, в больной сонки, И включайся в шумы, тоска в раку пройдет. Хоть бы она мне понравилась. Если бы она мне понравилась, это так помогает. Нравится. Она очень славная девушка, а что это? Она улыбается, она совершенно спокойна. И отец ее весело улыбается. Ты обманул меня? Нет, самое печальное в этой истории есть то, что они улыбаются. Здравствуйте, добрый господин и прекрасная барышня. Здравствуйте, молодой человек. Ваш дом смотрел на меня так приветливо, ворота были открыты, в кухне горел огонь. Я пошел без приглашения, простите. Не надо просить прощения, наши двери открыты для всех. Садитесь, пожалуйста. Дайте мне вашу шляпу, я повешу ее за дверью. Что с вами? Ничего. Мне показалось, что вы испугались меня. Не-не, это я просто так. Садитесь, друг мой. Я люблю странников. Это вероятно от того, что я всю жизнь прожил, не выезжая из города. Откуда вы пришли? С юга. И много подключений, и было у вас на пути? Больше, чем мне хотелось бы. Вы, наверное, устали. Садитесь же. Что же вы устали? Да, спасибо. Сейчас я накрою на стол. Я накрываю на стол. Нет, я уже накрыл на стол. У нас вы можете хорошо. Да хоть у нас очень тихий город, здесь никогда ничего не случается. Никогда? Никогда. На прошлой неделе, правда, был очень сильный ветер. В одном доме едва не снесло крышу, но это не такое уж большое событие. А дракон? Ах, это, ну ведь мы так привыкли к нему, он уже почти 400 лет живет у нас. Нам не говорили, что дочь ваша. Господин прохожий. Меня зовут Монцелот. Господин Монцелот, простите, я во всем делаю вам замечаний, но все-таки прошу вас ни слова об этом. Почему так? Потому что тут уже ничего не поделаешь. Вот так. Да уж тут ничего не сделать. Мы сейчас гуляем в лесу, и обо всем так хорошо, так подробно переговорили. Завтра, как только дракон и ведет ее, я тоже умру. Папа, не будем об этом. Все-таки. Простите, еще только один вопрос. Неужели никто не пробовал драться с ним? Последние 200 лет нет. До этого с ним часто сражались, но он убивал всех своих противников. Он удивительный стратакий, великий тактик. Он атакует врага внезапно, забрасывает сверху камнями, потом устремляет, соответственно, вниз, прямо на голову коня и бьет его огнем. Потом он разрывает, как я мельсадика. Это великий воин. Возьмите еще масло, прошу вас. Да-да, я возьму, мне нужно набраться сил. Итак, простите, что я все расспрашиваю. Против дракона никто и не пробует выступать. Он совершенно обнаглел. Нет, что бы он так добр. Добр. Уверяю вас, когда нашему городу грозила холяра, он по просьбе городского врача отдохнул своим огнем на озеро и скипетил его. Весь город пил кипяченую воду и был спасен этот день. Давно это было? Нет, всего 82 года назад, но добрые дела не забываются. А что он еще сделал доброго? Он избавил нас от цыган. Ну, цыгане, очень милые люди. Я, правда, в жизни не видел ни одного цыгана, но я еще в школе прохожусь, что это люди страшные. Почему? Это бродяги по природе по крови. Их песни лишены мужественности, они воруют детей. Славные, нетерпеливые люди. Не надо, пожалуйста, не надо так говорить. Расскажите нам что-нибудь интересное. Хорошо, вы знаете, что такое жалобная книга? Нет. Так знаете же. В пяти годах ходьбы отсюда, в Черных горах, есть огромная пещера. И в пещере эта лежит книга, исписанная наполовину. К ней никто не прикасается, но страница за страницей прибавляется к написанным грешам. Прибавляется каждый день. Кто пишет? Горы, травы, камни, деревья, реки видят, что делают люди. Им известны все преступления преступников, все несчастья, страдающие напрасно. От ветки к ветке, от капли к капле, от облака к облаку доходят до пещеры в Черных горах. Человеческие жалобы и книга растет. Для кого пишется книга? Для меня. Для вас? Для нас, для меня и не многих других. Мы внимательные и легкие люди, мы проведали, что есть такая книга и не полемелись добраться до нее. А заглянувши на эту книгу, однажды не успокоиться в обеке. Какая это жалобная книга? На эти жалобы нельзя не ответить, и мы отвечаем. А как? Вмешиваемся в чужие дела. Мы помогаем тем, кому необходимо помочь, уничтожаем тех, кого необходимо уничтожить. Помочь вам? Как? Чем-то можно помочь. Я вызову на бой дракона. Не надо, он убьет вас, и это отравит последние часы моей жизни. Я вызову на бой дракона. КОНЕЦ 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 Не цыган. Что, очень милый человек? Что? Милый человек. Хорошо. Я дракон. Господин дракон так давно живет среди людей, что иногда сам превращается в человека и заходит к нам в гости по-другому. Да, мы воистину друзья, дорогой Шевлемань. Скажем, из вас я даже более чем друг, я друг вашего детства. Мало того, я друг детства вашего отца. Дед Прагда. Помню вашего прапрагда в хорозе, как в заняшем. Дай, Лиза. Да, господин дракон. Пойди сюда, дай в руку. Шалуния какая, теплая лапка. Морочку выше. Улыбайся. Вот так. Ты чего проходит? Любуюсь. Молодец. Четко отвечаешь. Любуюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Позову я голубя, позову я снизовал и пошел в дольчике письмо, да вы начнете все осызнавал. Позову я голубя, позову я голубя, позову я голубя, позову я снизовал и пошел в дольчике письмо, да вы начнете все осызнавал. Позову я голубя, позову я голубя, позову я голубя. Ну, Еш. Спасибо, Еш. Ну, расскажи, зачем ты приехал сюда? По делам. По делам? А по каким делам? Ну, говори, может, я смогу тебе помочь. Зачем ты приехал сюда, чтобы убить тебя? Громыч. Нет, нет, он шутит, господин Дракон. Хотите, я вам добыча разрубку? Чего? Я вызываю тебя на бой, слышишь ты, Дракон? Я вызываю тебя на бой в третий раз, слышишь? Спасибо. 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 Ваше имя. Ваше имя. Спасибо. Ваше имя. Ваше имя. Ваше имя. Ваше имя. Спасибо. Ваше имя. Ваше имя. Спасибо. Ваше имя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вам не жалко расставаться с вашими подругами? Если бы не я, дракон, вы проголковали бы из них. А жених ваш? Откуда вы знаете, что у меня был жених? А я почувствовал. С женихом вам не жалко расстаться? Дракон, чтобы утешить Герлиха, назначил его своим личным секретарем. Вон на что. Ну тогда, конечно, с ним не так уж жалко расстаться. Но он ваш родной город. Не жалко его оставить? Но ведь как раз в свой родной город я и погибаю. И он равнодушно принимает вашу жертву? Нет, нет. У меня не станет воскресеньем. До самого вторника весь город погрузится в траур. Целых три дня никто не будет есть мясо, а к чаю будет подавать особые булочки под названием «Бедная девушка». В памяти по мне. И это все. А что еще можно сделать? Убить дракона. Это невозможно. Дракон вывихнул вашу душу, отравил кровь и запомонял зрение. А мы все это исправим. Не надо. Если верно то, что вы говорите обо мне, значит, мне лучше умереть. Поехали. 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 Да, стой. Я прохожий. Да вот я. Чего? Ты ж, говорите, потише все-таки. Типа, возможно, все без жестов этих. Двигайтесь мягко, по-человечески. И в глаза мне не смотрите, не надо. Почему? По-качану. Нервы у меня ужасно стоят. Ну, и, а, ну. Я болен всеми нервными психическими болезнями, какие есть на свете. Еще тремя неизвестных. Думаете, легко быть бургомистром при драконе? Простите, спущу слез. Вот я убью дракона, и вам станет легче. Легче? Легче. Я умоляю вас, уезжайте, уезжайте, уезжайте по-быстрому. А не уеду. Ну, поздравляю вас. У меня припадок каталепсии. Да ведь я спасу всех, поймите. Чего? Не понимаете? Не понимаю. Кто вас прощит с грацией? Да весь город этого хочет. Чего? Лучшие люди города прибежали просилить вас, чтобы убирали отсюда чертовой матри. Где? Извините, спущу слез. Вот, жмутся, подойдите. Вот, пожалуйста. Ближе подойдите. Ближе. А почему они идут на цыпочках? Чтобы не действовать мне на нервы. Друзья мои, скажите ланцелоту, пожалуйста, чего вы от него хотите? Уезжайте прочь от нас, скорее сегодня же. Уезжайте прочь от нас, скорее сегодня же. Скорее сегодня же. Скорее сегодня же. Человек, подчиняйтесь воле народа. Ни за что. Ну, поздравляю. У меня легкое помешательство началось. Эльза, пожалуйста, не волнуйся. Секунду-секунду. Нас наш жены срок. Наш дорогой дракон. Заключит тебя. О-о-о-о. В объятии. Все, будь покой. Все нормально. Мы культурные. Здравствуй. Сыночка, сыночка. Маленькая сыночка. Здравствуй, отец. От него. Приказ принес задачить ланцелота в тюрьму. Господин дракон приказывает. Первое. Назначить бой на завтра. Чем? Второе. Снабдить ланцелота оружием. Чем? Третье. Быть поумнее. Мне приказано переговорить цель за наедине. Чем говорить, а? Все. Ухожу, 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 ухожу. Спускать сливник. Здравствуй, Ельза. Здравствуй, Генрих. Надеюсь, что ланцелота спасет тебя? Нет. А ты? Нет, я нет. А что дракон велел предать мне? Он велел предать, чтобы ты убил ланцелота, если понадобится. Как? Ножом. Хорошо. Скажи, что я постараюсь. Хорошо. Скажи, что я постараюсь. Скажи, что я иду. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Понятно? Запомнил, что я тебе ответил? Все запомнил. А слова-то? Чудок, клюенышка, литон, хлопотон, дожечка, джерпочка? Разумеется. Ну, вот так и доложили, чудок. Хорошо, папа. Ах, ты мой единственный! Най, ну, ты мой шпиончик! Корречку делает, крошечка. Деньги не надо? Нет, папочка, спасибо, пока не надо. Да берем, если снять, я при деньгах. У меня вчера был приступ к липтованию. Правда, пока не надо. Ну, бери, пока я даю. Скажи мне тебе правду. Че ты, брат? Брат, ну, как, как ребенок. Брата, правду, правду, правду. Я сам себе правду не говорю, столько лет, что же не помню, какая она. Это сука. У меня, значит, от нее воротит просто. Просто воротит. Правда, она, знаешь, в чем пахнет? Все, довольна, 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 все. Все, слава дракону, слава дракону, слава дракону, от души. Слава дракону, Асанна, Асанна, Георгий Победану. Слава дракону, Асанна, Георгий Победану. В бреду. Знаете, у меня так почудилось, друг, что мы так похожи на него. А? Очень может быть, это мой дальний родственник. Как ночь ускоротали. Бродили. С кем-нибудь подружились. Конечно. С кем? Боязливые жители вашего города травили меня собаками, а собаки у вас очень толковые. Вот с ними я и подружился. Рвит меня злыми собаками, кормит меня дохлыми раками. Хе-хе-хе. Блох не набрались? Нет, это были славные, аккуратные псы. Не помните, как звать клички? Они просили мне говорить. Терпеть не могу собак. Напрасно. Вы слишком простые существа. А вы думаете, это так просто любить людей? Собаки великолепно знают, что за народ их хозяева. Плачут, а любят. Вы посылали за мной? За мной воскликнул аест. И клюруст змею. Прямо не могу говорить, куда. За мной, сказал король. Я ведусь на королеву. За мной летели красотки. И в полной зази в трусточках. Короче, посылал за вами господин Ланцелот. Чем могу служить? В магазине Мюллера получена свежая партия сыра. Лучшее украшение девушки. Скромность. Простите, сейчас уже. Извините. Скромность. Лучшее украшение девушки. И прозрачное платьице. Декольте. На закате дня дикие утки пролетают над колыбелькой. Вас же тут, на свидании, городского самоправления, господин Ланцелот. Зачем? Ну зачем растут липы на улице в драконах хлопок? Зачем танцы, когда хочется поцелуев? Зачем целуевые, когда копыли тут случат? Члены городского самоправления должны выручить вам личное оружие для борьбы с драконом. Господин Ланцелот Ферштейн. Извин. Идем. Идем. Как жаль, что на башне стоит часовой. Если бы не это в высшей степени досадная помеха, я бы тебя умил. И поцелула. А я бы тебя ударила. Ах, Эльза Эльза, ты всегда была немножко слишком добродетельна, но это шло к тебе. За скромностью твоей скрывается нежно. За скромностью твоей скрывается нежно. Дракон чувствует девушек. Он всегда выбирал самых многообещающих. Он, сон, ты еще не пытался ухаживать за тобой? Замолчи. Впрочем, конечно, нет. Будь на твоем месте старый дурь, он все равно против сражаться. И ему все равно, как бы спасать. Он не разглядел, какая ты. А ты звал меня только для того, чтобы сообщить все это? Нет. Я звал тебя, чтобы спросить, ты все еще хочешь выйти замуж за меня? Перестань. Я не шучу. Я выполномочен передать следующее. Если ты будешь послушной и в случае необходимости убьешь лунцелот, то в награду традра отпустят тебя. Не хочу. Дай договорить. Избранницей вместо тебя будет другая, совершенно незнакомая девушка из простонародия. Она все равно намечена на будущий год. Он строй сел. Кто? Драдра? Я знаю все его слабости. Он самодур, сандафон, паразит. Все, что он вымер. Только не трус. Вчера он угрожал, а сегодня торгуется. Этого добился я. Ты? Я. Я настоящий предвидитель дракона, если хочешь знать. Я могу выхлопотать все. Я ждал случая, я ждался. Я не могу убить человека. Да, может, ты захватила с собой тем не менее. Я ухожу, дорогая. Не надо надеть парадную ливрею. Но я ухожу спокойно. Ты выполнишь приказ ради себя и ради меня. Подумай. Жизнь. Вся жизнь перед нами, если ты захочешь. Боже мой, у меня щеки горят. Так будто я целовалась с ним. Какой позор. Он почти уговорил меня. Значит, вот я какая. Ну и пусть. И очень хорошо. Довольна я была самая послушная в городе. Верила всему. А чем это кончилось? Да, меня все уважали. А счастье? Доставалось другим. Они сидят сейчас дома, выбирают платье наряднее. Гладят оборочки, завиваются. Собираются идти любоваться на мое несчастье. Я так и вижу, как стоят они у зеркала, пудрятся и говорят. Бедная Эльза, бедная девушка. Она была такая хорошая. Одна я из всего города стою на площади и мучаюсь. И дурак часовой таращит на меня глаза. Думая о том, что сделает сегодня со мной дракон. И завтра этот солдат будет жив. Будет отдыхать после дежурства. Пойдет к водопаду. Где река такая веселая, что даже самые печальные люди улыбаются, глядя, как славно она прыгает. Или пойдет он в сад. Где садовник вырастил чудесные анютины глазки, которые щурятся, подмигивают и даже умеют читать. Если буквы крупные, и книжка кончается хорошо. Или пойдет он кататься по озеру, которое когда-то вскипятил дракон. И русалки с тех пор такие смирные. Они не только никого не топят, а даже торгуют на мелком месте спасательными поясами. И они по-прежнему прекрасны. И солдаты любят болтать с ними. И расскажет русалкам этот глупый солдат, как заиграла веселая музыка, как все заплакали, а дракон повел меня к себе. И русалки примутся ахать. Ах, бедная девушка, бедная Эльза. Сегодня такая хорошая погода, а ее нет на свете. А я не хочу. Хочу все видеть, все слышать, все чувствовать. Вот вам. Хочу быть счастливой. Вот вам. Я взяла нож, чтобы убить себя, и не убил. Вот вам. Хочу быть счастливой. Страшно, мам? Нет. Ранья. Мои люди, очень страшно. Таких нигде больше не найдешь. Мои работы, я их каю. Все-таки они люди. Это снаружи? Нет. Если б ты увидел их души, задрожал бы, убежал бы, даже не стал бы умирать из-за колек. Я же их, любезный мой, лично покалечил, как требуется, так и покалечил. Человеческие души, любезный мой, они же очень живучи. Тело разрубишь пополам человека колеет, а душу разорвешь. Послушней станет и только. Нет. Таких душ нигде больше не найдешь, так в моем городе. Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, окаянные души, леговые души. Знаешь, почему бургомистр притворяется душевным больным? Чтобы скрыть, что у него вовсе нет души. Дырявые души, продажные, прожженные, мертвые души. Жалко, что они невидимы. Ну что, начнем? А попрощаться с девушкой, ради которой вы идете на смерть? Вам нравится девушка, которую я выбрал? Очень, очень нравится. Мне она тоже очень, очень нравится. Эльза, поди за, поди милая. Посмотри на меня. Глазки ясные, это хорошо. На, может поцеловать на руку. Губки теплые, слава милая. Хочешь попрощаться с господином Ланселотом? Как прикажете, господин дракон? А я вот как прикажу. Ступай, поговори с ним у нас скоро. Может поцеловать его на прощание, чего я буду, реально для меня можно. А потом? Убей его. Ступай. Господин Ланселот, я пришла прощаться с вами. Ну, хорошо, Эльза, давайте. Попрощаемся на всякий случай. Бой будет серьезный. Мало ли, что может случиться. И я хочу на прощание сказать вам, что я люблю вас, Эльза. Меня? Да, Эльза. Еще вчера вы мне так понравились, когда я взглянул в окно и увидел, как вы тихонечко идете с отцом своим домой. Потом вижу, при каждой встрече вы кажетесь мне все красивее и красивее. Ага, подумал я. Вот оно. Потом, когда вы поцеловали лапу дракона, я не рассердился на вас. Вы только ужасно огорчился. Но тут мне уже все стало понятно. Я, Эльза, люблю вас. Не сердитесь. Я ужасно хотел, чтобы вы это знали. Я думала, что вы все равно бы вызвали дракона на бой. Ну, даже если бы другая девушка была на моем месте. Конечно. Вызвал бы. Я их терпеть не могу, драконов этих. Но ради вас готов задушить его голыми руками, хотя это очень противно. Значит, вы меня любите. Очень. Мне кажется теперь, что ближе вас никого у меня на свете нет. И город ваш я считаю своим, потому что вы тут живете. Если нам больше не удастся поговорить, то вы уж не забывайте меня. Нет. Не забывайте. Я странник, легкий человек, но вся жизнь моя прошла в тяжелых боях. Тут дракон, там людоеды, там великаны. Ходишь, бродишь, дерешься, знакомишься с девушками. Ведь они вечно попадают. То в пленг к разбойникам, то в мешок к великанам. То на кухню к людоедам. А эти злодеи всегда выбирают девушек получше. Особенно людоеды. Ну вот и влюбишься бывало. Но разве так, как теперь? С теми-то я все шутил, смешил их. А вас, Эльза, если б мы были одни, то все целовал бы. Правда. И увел бы вас отсюда. Мы вдвоем шагали бы по лесам и горам. Это совсем не трудно. Нет, я добыл бы вам коня с таким седлом, что вы бы никогда не уставали. А я шел бы у вашего стремени и любовался на вас. И ни один человек не посмел бы вас обидеть. Эльза, собираешься плакать? Собираюсь. Почему? Мне жалко. Кого? Себя. И вас. Не будет нам с вами счастья, господин Ланселот. Зачем я родилась на свет предракония? Эльза, я всегда говорю правду. Мы будем счастливы, поверь мне. Нет, не надо. Да мы пойдем с тобой по лесной дорожке, веселые и счастливые. Только ты да я. Да не надо. И небо над нами будет чистое. Никто не посмеет броситься на нас оттуда. Правда? Правда. Разве знают в бедном вашем народе, как можно любить друг друга? Страх, усталость, недоверие сгорят в тебе, исчезнут навеки. Вот как я буду любить тебя. А ты, засыпая, будешь улыбаться. И просыпаясь, будешь улыбаться и звать меня. Вот как ты меня будешь любить. И себя полюбишь тоже. Ты будешь ходить спокойно и гордо. И ты поймешь, что раз уж я тебя такую целую, значит ты хороша. И деревни в лесу будут ласково разговаривать с нами. И птицы, и звери. Потому что настоящие влюбленные все понимают и заодно со всем миром. И все будут рады нам, потому что настоящие влюбленные приносят счастье. А пусть мы даже не доживем до такого счастья. Еще вчера я была послушна, как собачка, не смела думать о тебе. И все-таки ночью тихонько спустилась вниз и выпила вино, которое оставалось в твоем стакане. Я только сейчас поняла, что это я по-своему тайно-тайно поцеловала тебя за то, что ты вступился за меня ночью. Ты не поймешь, как перепутаны все чувства у нас, бедных, забитых девушек. Еще вчера мне казалось, что я ненавижу тебя. Я только сейчас поняла, что это я по-своему тайно-тайно влюблялась в тебя, дорогой мой. Дорогой мой, какое счастье сказать это прямо, я люблю тебя. И какое счастье. Видишь, это гношо. Дракон приказал мне, чтобы я убила тебя этим ножом, смотри. Когда ты убьешь его, приходи за мной. Я буду ждать тебя, перебирать каждое слово, которое ты мне сейчас сказал. Я верю тебе. Я приду за тобой. Горит и кружится планета Над нашей Родиною ты, и значит, нам нужна одна победа. Она на всех мы за ценой не постоит. Она на всех мы за ценой не постоит. Мальчик, подойди ко мне, отдай воды. Мальчик, подойди, я умираю. Зачем я ударил его второй правой? Надо было второй я убить. И кто-нибудь, дайте водой. Ты, Миллер, ты мне хвост и целовал при встрече. Эй, Фредриксон, ты говорил, что предан мне. Подарил мне трубку с тревом и штуками с надписью твой навеки. Где-то Анна-Мария Фредерико Вебер Ты говорила, что влюблена. Носил на груди кусочки моего кофта, Пах, на мешочке. Но я с древле учусь, понимая друг друга, Где же я в UFC. Ведь вожжем колодец, Глоток, полглотка. Хоть губы смочить. Дайте мне начать все сначала. Я вас всех передавлю. Пожалуйста, дайте. Хоть капельку кто-нибудь. Надо было скроить хоть одну верную душу. Не поддавался материалу. Тешил. Кто-то живо рядом. Дай воды. Один человек живой. Тот, кто убил меня. Вот как кончилась жизнь. Кончилась жизнь. И прощайте. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Они-то умерли, но и мне что-то нехорошо. Не слушаются руки. Вижу плохо. И слышу все время, как зовет меня кто-то по имени. Ланшелон. Ланшелон. Знакомый голос. Унылый голос. Не хочется идти. Но, кажется, придется на этот раз. Я смертельно ранен. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Но погоди-ка, погоди. Дракон-то убить? Вот. И легче мне стало дышать. Эльза! И я его победил! Правда, никогда больше не увидеть мне тебя, Эльза. Не улыбнешься ты мне, не поцелуешь, не спросишь. Ланшелот, что с тобой? Почему ты такой невеселый? Почему так кружится твоя голова? Почему болят плечи? Кто зовет тебя так упрямо? Ланшелот, Ланшелот. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Из-за нас на площади погибает теперь человек один-оденешенек. Ну уж теперь мы будем умнее. Вон какой бой разыгрался в небе из-за нас. Вон как больно дышать бедному ланшелоту. Нету? Довольно! Из-за слабости нашей гибли самые сильные, самые добрые, самые нетерпеливые. Камни и те поугнели бы, а мы все-таки люди. Вот, что шепчут сейчас в каждом доме, в каждой комнатке. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Да, именно так. А значит и я умираю недаром. Прощай, Эльза. Я знал, что буду любить тебя всю жизнь, но не знал, что кончится жизнь так скоро. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Прощай, город. Прощай, утро, день, вечер, вот и ночь пришла. Смерть зовет. Торопит. Мысли мешаются. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И вы, не бойтесь, это можно. Не обижать вдов и сирот. Жалеть друг друга тоже можно. Жалейте друг друга, и вы будете счастливы. Это правда, чистая правда, самая чистая правда, какая есть из-за этого. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот и все, я ухожу. Прощайте. Прощайте. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега ведут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать, пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лишь себя влюблялась, Лишь себя влюблела. Что же делать ей с горюшкой? У нее глаза в ничто печаль. Стал теперь он на помпадушке, Сликало ему бежать. Он танцует, но с другою целый вечер напролет. Он уверен и спокоен, А подружка слезы влюблялся. Вы девочки, вы девочки, не слушайте его. Он не любит, он не любит никого. Я уверена, 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 что Лишь себя влюблял. Лишь тебя, друзья, Лишь тебя, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если б ты мог понять, что в душе моей Как летит она вслед за тобой Если б ты испытал ту же славу моей Ты бы знал, что такое любовь Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это вот теперь Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это вот теперь Приходи ты ко мне, хоть по краешку Хоть во сне пролети у страны Я тебя упаду, белым камешком Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это вот теперь? Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это вот теперь Вот теперь Вот теперь Вот теперь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ты не хочешь отвечать? Я ведь по-своему привязан к тебе Поговори со мной О чем? О чем хочешь? Я не знаю, я ничего не хочу Не может быть, ведь сегодня твоя свадьба Ах, Эльза Опять мне приходится уступать тебя Но победитель дракона есть победитель я Циник я, насмешник напередними, я преклоняюсь Ты не слушаешь меня? Нет Ах, Эльза Неужели я стал совсем чужим тебе? А ведь мы так дружили в детстве Помнишь, как ты болела курью, а я бегал к тебе под окна, пока не заразился сам? Ты навещала меня и плакала, что я такой тихий, кроткий, помнишь? Да Неужели дети, которые так дружили в детстве, вдруг умерли? Неужели в тебе и во мне ничего от них не осталось? Давай поговорим, как в былые времена, как брат с сестрой Ну, хорошо, давай поговорим Ты хочешь знать, почему я все время молчу? Потому что я боюсь Кого? Людей Каких именно людей ты боишься? Я не знаю, как тебе объяснить Видишь ли, я боюсь всех людей Понимаю Очень хорошо тебя понимаю Бедная моя Дорогая сестренка, как Жалко, что исчез бесследно исчез лансул Я только теперь понял Какой ты был человек Мы все ужасно виноваты перед ним Неужели нет надежды, что он вернется? Он? Он не вернется Не говори так Мне почему-то кажется, что мы его еще обязательно увидели Мне приятно, что ты говоришь так Вас никто не слышит? Конечно, никто, дорогая В этом мире все потеряли слух Видишь ли, я знаю, что с нацелотом Не надо Не говори, если тебе это мучить у меня Нет, нет, я так долго молчала, что сейчас мне хочется рассказать тебе все Мне казалось, что никто не поймет, как это грустно, кроме меня Ну, что в таком городе я родилась Но ты сегодня так внимательно слушаешь меня Словом, ровно год назад, когда кончался бой Кот побежал на дворцовую площадь и он увидел Белый-белый, как смерть Ланселот стоит возле мертвых голов дракона Он опирался на меч и улыбался, чтобы не огорчить кота Кот бросился ко мне позвать меня на помощь Но страшно, как старательно охраняло меня, что муха не могла пролететь в дом Они пригнали кота Грубые солдаты Тогда кот позвал знакомого своего осла Уложив раненого ему на спину, он вывел осла глухими закоулками прочь из нашего города Ах, Ланселот был так слаб, что люди могли убить его И вот они отправились по тропинке в горы Кот сидел возле раненого, слушал, бьется ли его сердце Оно билось, надеюсь Да, но только все глуше и глуше И вот кот крикнул, стой И Эйсел остановился Наступила уже ночь Они взобрались высоко-высоко в горы И вокруг было так холодно, так темно Поворачиваем назад, сказал кот Теперь люди уже не обидят его Пусть стоит запроститься с ним, а потом мы его похороним Он умер, бедный Умер, Генрих? Прямо остро, сказал поворачиваем, согласен и пошел дальше А кот вернулся, вернулся, рассказал мне все Теперь я никого не жду, все кончено Ах, Эльза, не строй с себя наивную девочку Все только начинается Тиша, готовьтесь Он ворочится Морщится Почесал кровь Сел Тробит Ну зачем? Ну зачем я тебе спрашиваю? А? Ну зачем я тебе спрашиваю, болван? Ну что такое? Ну что? Зачем разбудили? Ну Ваше личство уже половинство Идем во сне нимфу Свинсен, брат Где кинжал? Я сейчас заряжу, тебе не хорошо Ваше личство уже полоденства И? И не разбудил? Никак нет, Ваше личство И кинжалу нет? Никак нет, Ваше личство Ну смотри, исчез я тебе Нет, нет, нет Сюда, сюда Не убил? Нет, никак нет, Ваше личство И не убил? Нет, нет, никак нет, Ваше личство Да уж, вчера На чай тебе золотой Да, так точно, Ваше личство Давай, брат Нет Нет Да недоволен тобою Серьезно Вернулся в милую Благородную нимфу Необычайно хорошей Породой Чистых кровей Мы себе разбили соседей Сначала Потом были счастливы Просыпаюсь Передо мной Вот этот опять Шерстяка хреновая Как я сказал Чаровница Кудесница Влюбленный в вас Не может не любить вас Хорошо Сказал Хорошо Че такое, правда? Зачем я проснулся? Давай шутай 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 Так, шутай, Ваше личство Шут Здравствуйте, Ваше величество Разрешение Скорее Давай Мне пора Одеваться А я в небо В небо Так, давай Начинай Вот очень смешная история Один купец Как фамилия Петерсон Купец по фамилии Петерсон Вышел из лавки Спотнулся и лявнулся в обмостовую А мимо шел валяр с краской Спотнулся в купца И опрокинул балку с краской На проходившую мимо старушку Да, да, да А старушка испугалась И наступила собаке на хвост А собака Да, да, да Стиво Толкнулся 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 Войну сказал Не могу Все-все-все-все Иди Иди Развеселили Да Ну Ну Что скажешь Молодшуй А? Угу Сучонок Угу Тарушку за хвост Учая Что мне в нем нравится Чистый юб Да, без очагов, на метр, шпильник там, кумпец сел стекан, укусил, я не могу. Да, да, да. Ну что нового, старик? Я, вы знаете, старик честный, старик прямой. Знаю. Вы знаете, что я говорю правду в глаза, даже если она неприятная. Знаю. Башниство стоял тут все время, видел откровенно, как вы просыпаетесь, слышал так вот, откровенно говоря, как смеетесь и так далее. Вы, простите мне мою откровенность, я скажу прямо. Говори. Я ведь для тебя никогда не сижу. Да, я скажу прямо откровенно по-сояковски. Но вы, великий человек государь. Но зачем? Это дурной тур. Не, 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 не. А мне себя не переделать. Я еще раз повторю, Ваше величество, вы великан светила. Я знаю, что с тобой делать. Выйди сюда, правду в истории. Да. Ну что? Никогда не бойся говорить мне правду в глаза. Пойми, как это тебе объяснить попроще. Ну вот как? Я не такой, как другие королевы. Я люблю правду, даже если она немного неприятная. Да. Да. Да, мой величество. Так. Теперь о делах. О деле и делах у нас сегодня. Значит, позвольте откровенно сказать Ваше величеству, что сегодня у Вашего величества с вами. Да. Да. Подожди ты, что ты придешь? Где? Ага. Невесту? Ну так. Ауээ... Ауэ... Ауэ... Счастлив, что вы, как солнце, зашли на мой трон. Дурак, паршивый бран. Ну и свет вашей красоты, конечно, озарил все вокруг. Шабанский сын. Я счастлив, что вы оценили меня по достоинству. Правда? Осел. О, даю, да. Вы так умны, как и прекрасны. Дурак, паршивый бран. Ну, это же, я чувствую, мы любим друг друга. Позвольте вас, в общем, было бы отцу предложить. Сукин сын. Ты знаешь, я люблю. Ага. Она чудная, правда. Душечка, влюбленный вас не может не любить вас. Катитесь к дьяволу. Совершенно из нервничьей все дышу. И я ее помяну. Я тоже изныл от нетерпения. Детя, лапку дай, лапку дай, лапку дай, лапку дай, моску река. Ну, готовка шалу я и теплая лапка. Молочку выше, лопайся, Приди моря, коря, 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 коря. Все, говорит, святой тез, готово? Так точно, сын мой. А? Орган, свадебный гимн. Песцы, откройте книгу записи счастливых событий. Четыреста лет в эту книгу Не вписывали именно бедных девушек, Обреченных драконом. Четыреста страниц заполнены. И вот впервые на четыреста первой Мы впишем имя счастливицы, Которую возьмет в жены храбрец, Уничтоживший чудовище. Сын мой, отвечай по чистой совести, Согласен ли ты взять в жены эту девушку? Да, благород. Да, благород нового города. Я спасу бедно всю. Невеста, Ты, конечно же, согласна стать женою Господина президента вольного города. Да, благород. Я плачу. Песцы, Айшите, Брак считается совершившимся Живее, Еще живее. Задумались? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие юрмальчане, вот и подходит к концу наш праздничный концерт. И в заключение я бы хотел пригласить на сцену настоящую суперстар! Правда, Женя? Да. Встречаем! Встречаем! Дорогие юрмальчане! Дорогие юрмальчане! Ланцелон? Ланцелон? Без такой... Ланцелон... Это в самом деле ты? Да, Ленца. И руки у тебя теплые, и волосы чуть повресли, пока мы не виделись. Ланцелон? Или мне-то кажется? Папик, слышишь? Папик, слышишь? Сколько раз я мечтала, что он придет и спросит. Ланцелон? 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 Ланцелон! Ланцелон? Ланцелон? Значит, и ты тосковала бы мне. Тосковала? А я как убивалась. Мне очень приятно. Я знаю все это. Знаешь? Да. Откуда? В черных горах, недалеко от хижины Дровосека, есть огромная пещера. И в пещере этой лежит книга, жалобная книга, исписанная почти до конца. К ней никто не прикасается, но страница за страницей прибавляется к написанным прежде. Прибавляется каждый день. Кто пишет? Мир. Записаны, записаны все преступления преступников, все несчастья, страдающих напрасно. Ты причем там и нас? Да, Индзе. И ты вернулся? А я уже месяц как вернулся. И не зашел ко мне? Зашел, но в шапке-невидимке рано утром. Я тихо поцеловал тебя так, чтобы ты не проснулась и пошел бродить по городу. Страшную жизнь увидел я. Здесь большой город. Здесь нечего тебе искать, а потерять ты можешь все. Зачем мёстнуть тебе в этой грязи? Пожалей свои ноги. Плюй лучше на эти ворота. Пойди назад. Здесь завод для мыслей отшельника. Великие мысли кипятятся тут за хвою, и свои жизни становятся мелкими. И сливают здесь все великие чувства, зато вовсюду бежат. Вы совершенно ничтожны. Разве не чувствуешь ты запах обоиных от черен духа? Разве не чувствуешь, как смрад от мишленного духа поднимается над этим городом? Разве не видишь, что души болтаются здесь, как белые грязные тряпки? Они же делают из этих тряпок газеты. А он что, превратился здесь в дух? Умение говорить колоборами. Отвратительные словесные покои, изреляет он из этих тряпок газеты. Они ходят друг друга не знаю откуда. Они распаляют друг друга не знаю зачем. Они промахают своей жестью бренчат своим золотом. Холодные они ищут тепловине. Распаленные они ищут прохладу остывших умов. Сядем больные, держим общественное мнение. Здесь все по моте и пороге чувствуют себя как дома. Но есть тут и добродетельные. Много служил и слухливые добродетели. Ловкие добродетели с больно кишечными пальцами. И задним местом, с отвердевшим от сидений ожиданий. Добродетели-то имеют награды. Скромные нагрудные знаки, а также плоскозадок дочек, набитых соломой. Здесь много благочестия и набожного лесоплюдства. Из-за подломства перед Богом Фогенст. Ибо оттуда сверху падают звезды. И милостивые плевки. Потому на эти они замер каждая пустая безвездная грудь. Вместе со своим грудью. Двора свои паразиты. И на все, что исходит от двора. Молится нищий спор и нищенская служивая добродетель. Я служу, ты служишь, послужу. Вот так молится служивая добродетель. Перед подножием властителя. Чтоб и заслуженная звезда прицепилась наконец к палой груди. Во имя всего, что есть в тебе, сильного, смелого, доброго. Плюнь на этот большой город и поверни назад. Здесь у каждого венах гниет и пенится гнивая и бледная кровь. Плюнь на большой город, где ту огромную свалку. Нечистое, где бурлит и пенится грязная ноги. Плюнь на город, подавленный дух, полук людей, завистливый глаз, липких пальцев. На город, нахалов, разранников, писателей, кудов, распаленных чистолепцев. Где все свободное, порочное, испорченное, мрачное, рыхлое, прыщавое, коварное, собрано вместе. Плюнь на большой город и поверни назад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТО 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 АПЛОДИСМЕНТО